видите привет от незнакомца из сандауна сказал так вот значит когда я это все узнала и услышала я хохотала просто валялась и хочу конечно же эту историю и вам рассказать обычно я начинаю свое видео и вам говорю усаживайтесь поудобней потому что сейчас начнем мы свой рассказ но сегодня я хочу сказать по-другому друзья сегодня я хочу сказать пожалуйста сядьте те кто еще стоит потому что то что я вам начну говорить сейчас и рассказывать вы возможно будете шокированы что это просто уникальная история друзья а именно я хочу сегодня вам рассказать о музее какашек который существует у нас на острове и был открыт в 2016 году называется он по-английски national pool музеем только очень немногие местные жители знают действительно где находится этот музей но давайте я вам расскажу обо всем по порядку именно здесь в центральной библиотеке города сандаун в марте 2016 года открылся этот уникальный музей какашек и была даже выставлена вот в такой красивой смолиной сфере крупная какашка льва из близ лежащего зоопарка вообще как рассказывают основатели этого музея даниэл робертс найджел джордж и дэйв бэдмен это очень трудоемкий процесс чтобы эту какашку правильно сохранить и показать красиво для посетителей и как говорят сами основатели этого музея главная цель у них чтобы люди просто сняли запрет на разговоры на эту тему потому что каждый человек какает но как-то стараются эту тему вообще не освещать люди стесняются а ведь это так увлекательно и интересно говорят основатели музея началась вся эта история вот отсюда да да вот именно из вот этого музея динозавров и пошла вся эта история о национальном музее какашек музей динозавров у нас был открыт 1971 году вот такое очень красивое здание и почему был открыт этот музей ну потому что здесь на острове байт стали находить очень очень много окаменелых остатков динозавров и вот однажды в одной из таких многочисленных раскопок была найдена окаменелая какашка динозавра по-научному это называется капролит и выглядит вот так и этой какашки было более 30 миллионов лет и вы знаете странным образом вот эта какашка найденная на острове уайт она заинтересовала людей даже больше чем какие-то остальные кости и части динозавра в музей сразу устремились толпы посетителей и об этом писали в газетах журналах все хотели посмотреть на эту знаменитую какашку и вот наверное именно тогда вот этому смекалистому джентльмену даниэлу робертсу и пришла в голову мысль об организации музея какашек ну а то что помимо музея динозавров здесь же рядом сандауне находится огромный зоопарк дает уникальную и неповторимую возможность организовать этот музей наше налпу музеем давайте я вам поподробнее теперь расскажу и покажу как же выглядит этот музей сразу же при входе в музей стояла в вестибюле вот такое вот дерево оригинальное с какашками подвешенными всего лишь первый раз на выставку были представлены 20 различных видов какашек от диких зверей можно было почитать взять в руки этот шар с какашечкой и даже рассмотреть его через лупу но пожалуй наибольший интерес представляли вот эти вот квадратные фекалии от вамбата это такое животное вот посмотрите специально положен фунт маленькая монета английская видно насколько небольшие эти кусочки кала и вот так же помет красной панды здесь представлен видите 20 пенсов тоже показаны чтобы нам определить насколько маленький помет о огромной панды которая питается бамбуком работники музея рассказывают о том какой трудоемкий процесс собирание этих фекалий сначала их замораживают и потом очень долго в течение нескольких недель нужно высушить и поместить вот в такую красивую смоленую сферу для того чтобы было приятно взять в руки рассмотреть в музее конечно же есть и фекалия человека это фекалия маленького ребенка но вы знаете казалось бы что ничего уже здесь больше не придумать но вот эти основатели музея даниэл робертс и найджел джордж они пошли еще дальше в своих изысканиях вы знаете сначала им было выделено порядка двадцати тысяч фунтов совсем небольшая сумма от местного совета на организацию вот этого музея ну а дальше они решили чтобы привлечь как можно больше людей к этому музею они решили найти спонсоров и вы знаете что они нашли сейчас в настоящее время более семидесяти человек семидесяти довольно известных и богатых меценатов которые согласны профинансировать этот музей как он будет дальше существовать как рассказывают сами основатели они хотят также выставлять здесь какашки знаменитостей и таким образом привлечь еще больше внимания к своему такому необычному музею они уверены что их музей будет и дальше процветать и вот если они сейчас заполучат несколько какашек от мировых и всемирно известных знаменитостей это привлечет к их музею еще больше внимания но и на этом они не остановятся они сейчас придумывают специальный ретро туалет который будет открыт также для посетителей и если кто-то желает то можно точно также свою какашку поместить вот в такую красивую смоленую сферу и оставить для потомков друзья это конечно очень интересная история и я с удовольствием поделилась с вами всей этой информации уж я не знаю как относиться к этому но то что эти очень смекалистые ребята просто из говна как говорится сделали конфетку это уж точно и вот такой сегодня у меня рассказ для вас друзья очень необычный вы знаете я была действительно очень рада тому что я могу все это вам показать ну и еще я хочу сказать что много таких интересных мест которые я буду и дальше вам продолжать показывать остров white полон загадок я уверяю вас что впереди нас ждет еще более интересная и увлекательная информация а на этом друзья сегодня я с вами прощаюсь всего вам доброго еще увидимся берегите себя пока пока ну по крайней мере вы знаете когда я это услышала я конечно была просто в шоке это точно ну